Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Начнем с главной темы недели. Это третья волна коронавируса в России. О том, что в стране, особенно в Москве и Питере, фиксируют резкий рост числа заболевших COVID-19, уже никто не скрывает. Накануне об этом сказал и глава Барнаула Вячеслав Франк. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности и вакцинироваться. Собственно, о масштабной вакцинации говорят сейчас по всей стране. Многие регионы сделали ее обязательной. И несмотря на нежелание многих ставить прививку, желающих сделать это либо по собственной инициативе, либо по указанию работодателей, стало больше. В поликлиниках записаться можно уже на середину июля, а то и позже. В пунктах мобильной вакцинации очереди Анастасия Дороган прививку накануне тоже поставила. Агитировать не будет, но на тему, стоит или нет прививаться, порассуждает. Второй год пандемии, но все еще изучаем ее на ощупь. Прошлым летом нам говорили, потеплеет, и вирус уйдет, и действительно стало лучше. Этим летом все ровно наоборот. Коронавирус ближе обычного и разнообразнее. Уже привычный уханьский штамм на Алтай разбавляет британский и индийский. Правда, по словам алтайских медиков, протекают они одинаково. В понедельник в Минздраве собрали пресс-конференцию, где главной мыслью было – вакцинируйтесь. В спутник он и поступал в наиболее большом количестве. До 90% всей поступившей вакцины – это спутник ВИИ. Просто мы имеем уже опыт работы с ней, почему мы ее активно рекламируем, потому что мы с ней достаточно давно уже работаем и имеем опыт определенный. И та статистика, которую я вам приводила, и отсутствие поствакцинальных осложнений. С начала июня в Крае скачок числа заболевших на 20%. Только за последнюю неделю на Алтае показательный и стабильный рост – с 83 инфицированных до 142. Еще одно отличие от всего того, что мы уже видели – омоложение пациентов. Теперь основной массе заболевающих – от 18 до 40. Главный – работоспособный возраст. Поэтому, по примеру Москвы, регионы вводят обязательную вакцинацию 60% работников самых контактных сфер. Чтобы вы понимали, гарантировать этот показатель должны ни медики, ни Роспотребнадзор, ни власти, а работодатели. За невыполнение им может грозить штраф. Одну эту меру рассматривают с экономической, для бизнеса стороны другие – с медицинской. Последние одобряют. Если это будет на законодательном уровне, что не допускать до работы непривитых, как без документа, согласитесь, если не будет водительского удостоверения, он же не седет за руль, правильно? Это же нормальная рабочая атмосфера, поэтому я считаю, что все нормально будет, если так будет. Но на Алтае такого пока нет. А вот что обновили. Мероприятия с числом участников больше тысячи запрещены. Правда, день поля в регионе прошел, наверное, потому что на улице. В кинотеатрах, цирках, на концертах, стадионах вернули 50% заполняемость. Продолжает действовать масочный режим в транспорте, на кассе магазинов. Вновь отходите друг от друга на полтора метра и обрабатывайте руки. Но главное – вакцинируйтесь. На этой неделе только об этом и говорят. В новостях, передачах, даже в соцсетях общаются с молодежью на языке мемов. Вроде и смешно, и ненавязчивый повод подумать. Что именно сыграло роль – непонятно. Медики отмечают повышенный спрос на вакцинирование. Кто последний? Я вот переболела, просто не хочу второй раз болеть. Тяжело болели? Да. Ну, у меня есть гипертония. Осознаете риски, но все равно это нужно сделать? Ну, я думаю, что да, потому что если даже будет инфекция какая-то и заболеешь, может быть, это более облегченно будет проходить болезнь. Штурмуют мобильные пункты, а их в Барнауле всего два. В очереди стоят по часу и могут уйти ни с чем. А тем, кто хочет записаться в поликлинику на определенное время, на завтра, послезавтра придется огорчиться. А на какой ближайший день можно записаться на вакцину от коронавируса? На 8-е. На 8-е июля. Да. На 6-е июля ближайшая запись. Билет в Питер взял на самолет. Сказали, не выпустят, пока не привьешься. И, как мне кажется, именно этот фактор отпуска и может сильно замотивировать молодую и мобильную категорию россиян поставить вакцину. Самолет без вакцины еще пускают, но, например, поесть в московском кафе без прививки уже нельзя. А ведь лето только началось. Наш бывший коллега живет в Израиле и, по его словам, вопрос передвижения для их страны стал решающим. Самое главное, по возвращению из-за границы вакцинированные, в отличие от невакцинированных, не должны были 10 дней сидеть в карантине. Люди, имеющие хлеб, но изголодавшиеся по зрелищам, толпами ринулись на прививочные пункты. По итогу из 9 миллионов жителей в Израиле буквально за пару месяцев привились 5,5 миллионов. То есть 85% взрослого населения страны. А вот в России уже несколько дней израильтянам запрещен въезд под угрозой крупного штрафа, потому что страна ковид опасна. Официальная статистика привита почти 14% россиян. Вопрос туризма сейчас особенно актуален. На фоне роста заболевающих 22 июня для нас открыли Турцию. И в то же время говорят о возможном закрытии российского юга. Но уже точно Краснодарский край с 1 августа принимает только привитых. Определенное неверие и недоверие к вакцине, оно является в какой-то степени производной от неверия и недоверия в целом властям, традиционной медицине, которая зачастую совершает различные ошибки, хотя, конечно, врачи героически на переднем плане борьбы находятся. Принудительная вакцинация – не выход, потому что вполне возможные какие-то схемы будут придуманы. Кстати, они уже есть. Липовые сертификаты о вакцинации предлагают и на Алтае за полторы тысячи рублей. Таким обманом заниматься не стоит, ведь так вы можете стать реальной причиной болезни или даже смерти другого человека. Вакцинация – дело добровольное, и надо взвесить все за и против, обсудить с врачом свои хронические болезни и принять решение. А тем временем на Алтае ковидные госпитали вновь готовы оперативно открыть. Новоалтайский так уже заработал. Ну и в продолжение темы, это тоже обсуждают на всех уровнях, во всех социальных сетях. Власти столицы России начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Ходить в летние кафе без таковых можно до 12 июля. Дальше все, без прививки или ПЦР-теста ешь дома. В Барнауле пока в кафе можно заходить спокойно, но мнение владельцев на животрепещущую тему мы узнали. Ну мало ли, вдруг и нас такое ждет в ближайшем будущем. Будет страшно, потому что часть персонала потеряет свои рабочие места, потому что в любом случае такого потока не будет. И будет сложно вообще с этой ситуацией второй раз выбраться сложнее, чем в первый. У нас была доставка, но сейчас возможно уже люди, наверное, все-таки в ресторан ходят за эмоциями. И будет очень сложно выйти с этого пике. Конечно, будем все предписания Роспотребнадзора выполнять, потому что ситуация серьезная. Для нас важно, чтобы прежде всего гостям было комфортно. Соответственно, мы попадаем в ситуацию локдауна, такого же, как в прошлом году. Как мы его переносили, я думаю, все знают, переносили мы его тяжело. А сейчас ситуация осложняется двумя факторами. Во-первых, у нас стало меньше денег. По каким причинам? Потому что, во-первых, происходит рост цен на ингредиенты, и мы стараемся компенсировать это. То есть мы стараемся сдерживать этот рост цен, не повышая наценку. Потому что если мы ее понизим, ему начнет падать спрос. То есть здесь мы пытаемся балансировать. Соответственно, наша маржинальность, в принципе, стала меньше. Второй момент заключается в том, что с прошлого года у нас появились долговые обязательства. Не секрет, откуда они взялись. После того, как мы вышли из пандемии, нам нужно было что-то делать. Соответственно, закрывать какие-то свои долги. Ну и снова стимулировать спрос потребительский. В дополнение ко всему, у нас теперь еще и налоговая нагрузка, которая выше раз в 5-6. Будет тяжело. Насколько тяжело, увидим. Но настолько тяжело, что, может быть, не все справятся. Как справимся, мы не знаем. Мы ребята живучие, но у всего есть предел. К теме вакцинации и подъему заболеваемости мы еще вернемся. А пока к другой, которая на этой неделе вновь стала актуальной. В минувшие выходные дольщики ЖК Парковой. Вышли на митинг. Спустя 4 дня глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с возмущенными людьми. Они требуют вполне адекватных вещей. Построить жилье в срок, а также подземную парковку, которая изначально была частью проекта. Пришли ли к какому-то решению стороны, расскажем в видеосюжете. Мы купили квартиру, чтобы жить в ней. Есть такое понимание, а правильно ли мы друг друга слышим. Правильно ли передается информация. Несколько месяцев недопонимания. В зале дольщики ЖК Парковой. Люди купили квартиры в будущем комплексе и вместо приятного ожидания теперь ходят на встречи с мэрией и митинги. Полтора года назад у строительной компании Барнаул Капстрой появились неприятности. Стройка прекратилась, потому что гендиректор бывший и замглавы по строительству были посажены за коррупцию. В настоящее время, спустя год, стройка восстановилась, возобновилась, но не в пользу людей. Недавно Барнаул Капстрой чуть ли не признали банкротом. Когда речь зашла о банкротстве, Сбербанк, понимая все риски, прекратил финансировать объект. К слову, на эскроу-счетах в этом банке и находятся деньги дольщиков. В договоре прописан срок окончания работ – октябрь 2021 года. Но будущим жителям уже сейчас понятно, что новоселье им пока не светит. Так же, как и подземная парковка, которую людям обещали, а в итоге решили убрать, чтобы удешевить проект. Был первый подземный этаж, который соединял три отдельных здания. Фактически сейчас, пытаясь решить свою проблему, Барнаул Капстрой убирает парковку от третий блок секции, чтобы сдать ее как можно быстрее дольщикам. Сейчас мэрия ведет переговоры с банком, чтобы тот возобновил финансирование объекта. Город даже предлагает залог для минимизации риска. Мы передаем банку имущество, наше государственное имущество, а правильнее говорить, муниципальное имущество, в залог. Процесс принятия решения будет в пределах полутора месяцев от текущей даты. Потому что есть, повторюсь, ряд вопросов о предоставлении пакета документов. Мы не до конца понимаем и не видим итогового нового разрешения на строительство, корректных сроков. Потому что сейчас банк ждет документы по стоимости и срокам строительства. А их можно предоставить только тогда, когда жители сами определятся, нужна ли им подземная парковка. Дольщикам объясняют, можно достроить комплекс уже сейчас без подземного паркинга. Этот вариант привлекательнее и для мэрии, и для банка, потому что так быстрее и дешевле. Парковки, ну как правило, они не продаются. У нас с вами есть 90 парковок, из них там продано порядка 11. Понятно, что многое и остановилось. Но есть и практика. До 50 процентов, это максимум, продается в парковочных местах. Другой вариант – идти на принцип и добиваться подземной парковки. Но объект подорожает в разы. Тогда банк, и так видя все свои риски, вряд ли согласится поддержать проект. А без финансирования погорят и все сроки, и сам Барнаук обстрой. Директор Барнаулка обстроя почти весь вечер молчал. Расхлебывать ситуацию теперь придется, видимо, мэрии. Но в первую очередь сейчас нужно определиться с самим дольщиком, по какому пути им идти дальше – с парковкой или с квартирой. Следующую встречу рабочая группа запланировала на 29 июня. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Возвращаясь к теме третьей волны коронавируса. Алтайский Роспотребнадзор совместно с полицией возобновил рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Последние проверки проходили прошлой осенью во время второй волны пандемии. Просьба в общественном транспорте – одевать маски. В ходе рейда специалисты Роспотребнадзора совместно со служителями правопорядка напомнили водителям и кондукторам о запрете на обслуживание пассажиров без масок. Как нам сказали сегодня, рейды теперь вновь будут регулярными, пока ситуация в регионе не стабилизируется. При выявлении нарушений управление подготавливает в адрес автоперевозчиков письма с требованием проведения противоэпидемических мероприятий и устранению нарушений. Пока рейды носят профилактический характер, однако если перевозчик нарушит правила, то его ожидает крупный штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Ну и вновь о вакцинации. Многие специалисты говорят о противопоказаниях, в том числе для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так в каком случае им можно прививаться? И стоит ли вообще это делать? Об этом и не только мой коллега Андрей Дреер поговорил с главным внештатным кардиологом края Анны Ефремушкиной. Давайте вместе посмотрим. Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. Давайте начнем с самой важной сейчас темы вакцинации и свяжем с вашим профилем. Можно ли назвать хоть какую-то кардиологическую патологию противопоказанием к прививке от коронавируса? Таких точно нет. Абсолютно. Единственное, что можно подумать о остроте процесса. Например, если пациент перенес острый инфаркт миокарда, то по канонам сегодняшним желательно прививаться после перенесенного инфаркта миокарда через месяц, не ранее. А все остальные состояния не являются противопоказанием к проведению вакцинации. Вообще остальные кардиологические патологии, мы даже не смотрим на них. Идем, спокойно прививаемся. Идем, спокойно прививаемся, потому что прививка позволяет снизить вероятность осложнений, уменьшить вероятность летального исхода или смертельного исхода от COVID-19. Поэтому прививка сегодня – это наше все. Насколько высоки риски получить осложнение патологии для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем? Что касается хода коронавируса и перенесенной и наличия сердечно-сосудистой патологии, то действительно сегодня точно известно, что пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, в частности гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, если пациент имеет сахарный диабет, ну и плюс все это усугубляется все-таки возрастом, более пожилые пациенты, они более тяжело переносят данное заболевание, то здесь, если мы пациента вакцинируем, он перенесет все намного проще. А если у пациента имеются такие состояния, и COVID может привести к большому спектру как осложнений, так и вероятности смертельного исхода. Что касается постковида, так называемого, его последствия для сердечников, они насколько серьезными могут быть и насколько длительными? Относительно длительности мы сегодня этого не знаем, данные только накапливаются, и так как время прошло не столь много от начала данного заболевания, но что касается осложнений. Одно из осложнений – это, конечно, развитие тромботических событий. То есть пациент может иметь повышенную свертываемость крови после COVID-19, и в результате этого происходит тромбообразование, могут страдать многие системы, в частности, может развиваться тромбоэболия легочной артерии, могут развиваться инфаркты миокарда. В общем-то, такие неблагоприятные события, которые опять же могут привести к усугублению ситуации, ну и к смертельному исходу. Ну а кроме того, наши пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, которые перенесли COVID и перенесли не только тяжело там или средней степени тяжести, но и если даже перенесли легко, то вероятность развития сердечной недостаточности – она тоже достаточно высока. Развитие. То есть, если даже у человека не было проблем с сердцем, то коронавирус может спровоцировать? Ну, мы говорим о том, конечно, что поразил коронавирус, потому что коронавирус сегодня поражает многие органы системы, да, и сердечно-сосудистая система, она одна из таких основных мишеней, то есть при развитии коронавирусной инфекции. Поэтому вероятность развития сердечной недостаточности, особенно если фон уже имеется, если имеется сердечно-сосудистое заболевание, но в частности повышение артериального давления, гипертония. После перенесенного коронавируса может быть развитие сердечной недостаточности, то есть развивается осложнение. Или пациент имеет гипертоническую болезнь, то есть повышение артериального давления. После коронавирусной инфекции его давление перестает контролироваться, то есть необходимо изменять препараты лекарственные, увеличивать их дозы, увеличивать количество препаратов. То есть не очень благоприятно. Ну вот на себе могу проиллюстрировать, что после коронавирусной инфекции у меня появилась гипертоническая болезнь. До этого ее не было. Есть ли методы профилактики? Профилактики или борьбы с последствиями коронавируса? Каждый человек, который переболел коронавирусной инфекцией, и особенно это касается тех, кто перенес средней степени тяжести, тяжелое течение было, особенно те, кто были госпитализированы, имелась пневмония, возможно имелись сердечно-сосудистые проблемы во время непосредственно самой инфекции. Они, конечно, по выписке должны вставать на диспансерный учет. У нас сегодня есть прекрасный сайт физкультурного диспансера, который позволяет проводить лечебную физкультуру после коронавирусной инфекции. В общем-то, все наши врачи-терапевты, они прекрасно знают, как туда заходить, и они помогают нашим пациентам в этом. Затем профилактика тромбозов. То есть есть определенные шкалы, которые мы можем использовать для нашего пациента, но главное, чтобы он до нас дошел. Чтобы дошел до врача, до терапевта, до кардиолога после перенесенной коронавирусной инфекции. И сегодня диспансерное наблюдение, оно отработано, есть определенные рекомендации, которые изданы Министерством здравоохранения Российской Федерации. И главное, что пациент обратился. То есть самолечением не занимался, потому что прием определенных групп препаратов, они все-таки должны осуществляться под контролем врача. Вот мы с вами с прививок, собственно говоря, начали. И, наверное, сейчас одна из самых важных действительно тем, и к ним хочется возвращаться и возвращаться, постоянно договориться с специалистами. Вот когда мы сталкиваемся с антипрививочниками, с их мнениями, некоторые говорят, лучше я буду бегать по утрам, здоровую пищу принимать и пить водку на перце. С точки зрения специалиста, какие есть здесь основания? Или здесь нет каких-то более-менее здоровых оснований? Знаете, вот сегодня очень много данных по вакцинации и формировании коллективного иммунитета, да, и по поводу противопоказаний к вакцинации. Все это обросло кучей мифов на самом деле. Но мы уже имеем какие-то и научные данные. Вот хочу привести такой пример, что спутник Ви, да, первая вакцина, которая появилась, была опробирована, то есть были проведены клинические испытания на практически 16 тысячах пациентов, и какие-то побочные эффекты были получены в 0,1% случаев. То есть это ничтожно мало, и фактически, что можно сказать, что практически ничего, да, никаких побочных эффектов не было. И польза, естественно, имеет место, да, то есть если даже пациент, то есть есть определенный период, это от первого этапа прививки, да, до второго, это 21 день. И вот в этот период, то есть если пациент пришел прививаться, у него уже имеется коронавирусная инфекция, но он об этом не знает, да, или пациент вот в эти 21 день между промежутком этим, он заболевает или он заражается, да, такая ситуация тоже может иметь место, потому что для формирования иммунитета необходимо определенное время. И естественно, вот в этом случае, конечно, у всех формируется какое-то негативное отношение, да, вот он прививался, первый этап прошел и заболел, то есть и сваливает это, извините, на именно вакцинопрофилактику. Но это совершенно не так. И кроме того, если пациент вакцинировался, ну просто человек, даже не пациент, да, человек просто вакцинировался, вероятность иметь более тяжелую перенесенную инфекцию, да, перенесение ее, объем поражения, он будет совершенно другим и просто перенести будет это все намного легче. То есть вакцина значимо облегчает участь пациента, если он заболевает COVID-19. А я напомню, что с 1 июля попасть в Краснодарский край можно будет только с отрицательными результатами ПЦР-теста, а уже с 1 августа только с подтверждением поставленной вакцины. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Как говорят эксперты, решение выглядит с одной стороны очень разумным и совсем наоборот, если смотреть с точки зрения предпринимателей. Ведь именно на август приходится 25% дохода в туриндустрии края. Вот что думает об этом вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма. ПЦР-тесты, ладно, то есть мы уже к этой реальности привыкли и уже клиники, очень спасибо им большое, адаптировались и выходят работать по субботам. Когда вводят обязательным условием размещения по ПЦР-тестам в России, тоже было предсказуемо, что однажды мы к этому придем, но обязательно вакцинаться вот в таком формате кажется решением необдуманным. То есть должен быть какой-то срок или какой-то вот этот шлюз на то, чтобы успеть эти решения принять с туристом. Между тем, Ассоциация туроператоров России заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край. Алтайские туроператоры, по словам эксперта, в первую очередь будут предлагать альтернативные направления. Маловероятно, что у бизнеса получится полностью вернуть деньги туристам. Кроме того, инициатива краснодарских властей оставляет вопросы и не только у антипрививочников. До сих пор не ясно, как подтверждать наличие противопоказаний и можно ли поехать после первичной вакцинации, не получив второй дозы. Ну а мы продолжим. Студенты Политеха предложили свои варианты движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. Закрыть объект на ремонт должны в следующем году. Уже сейчас, понятно, реконструкция неизбежно приведет к заторам, трудностям передвижения. Как их можно минимизировать, узнавала Ирина Корчагина. Известная бутылочная горлышко на Новом рынке. В час пик здесь и так непростая ситуация, а совсем скоро она и вовсе может обернуться транспортной катастрофой после закрытия моста на ремонт. О глобальной реконструкции говорили уже давно. Путепроводу почти 70 лет. Состояние аварийное. На ремонт понадобится около полутора миллиарда рублей. И много терпения на два с половиной года. У нас есть три путепровода через железную дорогу. Это проспект Калинина, проспект Ленина и Павловский тракт. Значит, из трех один закроется, останется два. Нагрузка на эти трассы очень и очень сильно возрастет. Поэтому к этому нужно готовиться, к этому нужно вкладывать какие-то средства. По просьбе Минтранса студенты политех разработали схемы движения во время ремонта. Это их дипломные работы. Софья Васильева предлагает ввести отдельную полосу для общественного транспорта на проспекте Калинина. Планируется, что полоса будет начинаться от улицы Аносова до Кулагина, а также по четной стороне Калинина от Октября до улицы Сизова. Автобусы большой вместимости будут направлены по проспекту Калинина. Ясно, что многим пассажирам придется делать пересадки, а кому-то отказаться от личного транспорта. До людей рано или поздно дойдет то, что на общественном транспорте будет двигаться намного быстрее, чем на индивидуальном. То есть, либо они простоят в заторе 3-4 часа, либо на общественном транспорте доберутся за 40 минут. Маршрутные транспортные средства, которые двигались по улице Северо-Западной, проспекту Ленина и улице Матросово, будут сконцентрированы на улице Аносова. По улице Аносова движение будет разрешено только для Ани. Далее по проспекту Калинина направлены до площади Октября. Также маршрутные транспортные средства, у которых конечная остановка Площадь Победы, будут направлены через улицу Пионеров, далее на улицу Новоугольную и на улицу Привокзалина. Также маршрутный транспорт предлагается запустить один автобусный маршрут, например, 24-й, который будет направлен также через улицу Пионеров и далее по проспекту Ленина. Трудности возникнут и с электротранспортом. Как подсчитали студенты, каждый день трамваями и троллейбусами пользуются 70 тысяч барнаульцев. Из них 47% ежедневно проезжает мимо нового рынка. Трамвайные будут перенесены на улицу Челюскинцев, до проспекта Красноармейского с пересечением улицы Анатолия и Советской Армии, а троллейбусные будут сокращены до как раз перекрываемого путепровода на проспекте Ленина с возможностью разворота по контактной сети и движения в противоположном направлении по маршруту. Пока это всего лишь предложение, которое Минтран сможет взять на вооружение, скорректировав проект. Планируется, что работы начнутся уже в следующем году. По идее, после ремонта пропускная способность на участке должна вырасти на 30%. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Уже к концу этого лета барнаульских велосипедистов будет ждать новая велодорожка. Участок велополосы на Зминогорском тракте практически готов к эксплуатации. На то, чтобы обустроить место для движения любителей двухколесного транспорта, из краевого бюджета была выделена 136 миллионов рублей. Как нам рассказали сегодня, уже к августу будет готов участок велодорожки от улицы Аванесова до Горнолыжной. А в следующем году дорожку планируют протянуть почти по всей длине Зминогорского тракта. Велодорожка сейчас будет устроена на всем протяжении ремонтируемого участка, который в этом году у нас сделается. Второй участок в Азминогорском так планируется на следующий год. То есть это полностью от вернолыжной и в сторону Попагаи. Говорят, велодорожка никому не помешает, ни автомобилистам, ни пешеходам. А ширина в 2,5 метра позволит велосипедистам двигаться и в сторону южного, и в обратном направлении. А тем временем на Зминогорском тракте по-прежнему ремонтируют проезжую часть. В ведомстве нам сообщили, что все работы здесь планируют закончить к осени. Скоро будут укладывать очередной слой асфальта. Выполнено презерование устройства выравнивающего покрытия асфальта. То есть это еще не финальный слой. А сейчас в основном ведутся работы по устройству тротуарных дорожек и велодорожек и установке бордюрного камня вдоль дороги. То есть пока эти работы не завершатся по установке бордюрного камня, асфальтировать основную проезжую часть нельзя. А теперь о братьях наших меньших. Скоро в Барнауле появится зооцентр. Приют Ласка получил грант в 3 миллиона рублей. Их и планируют потратить на обустройство центра. Сейчас в приюте находится более 600 собак и почти половина из них вынуждена жить на улице. По словам руководства Ласки, скоро все изменится. Подробности у Артема Гусельникова. Сейчас на этом месте площадка для тренировки собак, но уже совсем скоро здесь появятся беседки, лавочки, навесы и другие удобства. Но уже для людей. Приют Ласка выиграл президентский грант и планирует построить на своей территории зооцентр. Ласка получит от государства почти 3 миллиона рублей. Еще два поступят в бюджет приюта от инвесторов и спонсоров. Эти деньги планируют потратить не только на создание инфраструктуры для посетителей, но и на улучшение качества жизни более чем 300 собак. Мы планируем обустроить уличную зону содержания собак и вот эту выгулочную зону для того, чтобы там было приятно, удобно и комфортно находиться и животным, и людям. Наша задача как-то зонировать территорию приюта, улучшить условия содержания собак, чтобы туда люди приходили и им можно было нормально пройти. И это, говорят в приюте, скажется в первую очередь на самих животных. Сейчас нередки случаи, когда потенциальные хозяева в последний момент отказываются от собаки. Далеко не каждый готов посадить в машину животное, которое только что лежало в грязи. Другой важный фактор – социализация питомцев. Они не есть, просят. Они просят общения, хотят гулять. Они знают, что приходит человек, значит, будет прогулка. Прогулка для них – это самое важное, самое ценное сегодня, что сзади произойдет. И собаки всегда рады, всегда ждут людей. Хочется, чтобы было и удобно, и комфортно использовать для дела. И чем больше людей с этой собакой гуляют и общаются, тем больше она социализирована, тем больше шансов в нее попасть домой. В итоге в Плюсе будут все. И посетители приюта, и его обитатели получат недостающее им общение. Работа над обновлением «Ласки» начнется в июле и продлится до следующего лета. А уже через год зооцентр распахнет двери для всех желающих. Известному нашему земляку Валерию Золотухину на этой неделе 21 июня исполнилось бы 80. И хотя 8 лет его уже нет с нами, юбилей отметили. В молодежном театре Алтая прошел вечер памяти. В Арнаул приехали гражданская жена артиста Ирина Линд и его сын Ваня. С ними встретилась наша съемочная группа. Его любимая женщина и рядом его полная копия. Актриса Ирина Линд и сын Валерия Золотухина Иван. Уже далеко не первый раз на Алтае. В прошлом году планы нарушила пандемия. Обычно мама и сын стараются приезжать каждый год на фестиваль на родину Золотухина в село Быстрый Исток. «Приезжая сюда, ты всегда чувствуешь себя как бы немножко дома. Почему-то? Ну, наверное, потому что, во-первых, мне климат местный всегда напоминал климат моего детства. Я родилась в Алмате, у нас такой же резко континентальный климат. Те же запахи, тот же вкус у продуктов. Ну и, конечно, когда много лет из года в год сюда приезжаешь, то это уже становится традицией и чем-то таким нормальным и естественным, что у тебя ощущение, что ты дома». «Для меня Алтай – это родина моего отца, в первую очередь. И, конечно же, место, в которое почему-то очень приятно возвращаться всегда». В этом году Валерию Золотухину могло бы исполниться 80 лет. Артист ушел из жизни весной 2013 года после тяжелой болезни. К его 80-летию в Гмилике открыли выставку с фотографиями, письмами Золотухина. Кстати, 16-летний Ваня Золотухин уже решил, что пойдет по стопам отца и уже делает первые шаги в профессии. «Мне очень понравилось. Это, я думаю, непередаваемое ощущение, когда стоишь на такой большой сцене перед зрителями. Мне очень понравилось». Вечер памяти к Молодежному театре Алтая имени Валерия Золотухина включил в себя премьерный спектакль «Пой Вовка». В сценарии собраны отрывки из повести артиста, его дневниковые записи и письма. Кстати, Ирина Линд и Иван Золотухин решили задержаться на Алтае еще на несколько дней, чтобы посмотреть на места, однажды подарившие нам великого артиста. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. На этом я прощаюсь. Всем здоровья! Смотрите нас на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь и до встречи.